Весной в Северной Осетии активно начинают продажу первоцветов. Немногие знают о том, что большинство этих растений занесены в Красную книгу. Но и осведомленных это не останавливает. Покупают цветы охотно, а легкая прибыль привлекает браконьеров. Как и кто может воздействовать на нарушителей, выясняла наш корреспондент Карина Гигалаева. Подснежники, примулы, гиацинты, тюльпаны. Список первоцветов внушительный. Однако некоторые из них относятся к исчезающим и занесены в Красную книгу. Несмотря на это, каждую весну букеты из исчезающих цветов продают на улицах. А это нарушение. Во Владикавказе проблемой занимаются представители Росприроднадзора. Ежегодно они проводят рейды по пресечению незаконной торговли. В этом году проведено 8 рейдовых выездов по рынкам, по цветочным павильонам. Нарушители привлекаются к административной ответственности. В виде штрафа в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей. Бороться с нарушителями непросто. Приходится применять к ним щадящие меры. Ведь зачастую такими цветами торгуют пожилые женщины. Все ограничивается лишь профилактическими беседами. Сами продавцы говорят, это единственный вид заработка. Уверяют, что знают, какие виды занесены в Красную книгу. И такие букеты не продают. А вы знаете вообще, какие цветы занесены в Красную книгу? Ну я знаю, что в книгу занесены подснежники розовые. Он попадается очень редко. Но его не срывают. Нет, мы запрещенные не продают. Что это у вас за цветы? Откуда они у вас? Изданно. А вы знаете, что подснежники, некоторые виды занесены в Красную книгу? Я все знаю. В Северной Осетии около десятка редких видов первоцветов. К ним относятся подснежник Кавказский и широколистый тюльпан Шренко, первоцвет Дариальский и Лескенский. По прогнозам экспертов, лет через 50 некоторые из них бесследно исчезнут. Причин у этой проблемы много. В первую очередь, это неблагоприятные климатические условия. Но нельзя исключать и человеческий фактор. Многие люди выкапывают их с луковицами. И это тоже вредно сказывается на растениях. Их не стоит выкапывать. Потому что 2-3-4 года они, как правило, исчезают. Условия не подходят, вымирают. Одной формой спасения редких исчезающих видов является их культивирование. То есть их в ботсадах сохраняют, разводят и увеличиваются шансы на выживание. Выращивать такие виды цветов лучше в ботанических садах. Здесь нужна рука профессионала. На грани полного исчезновения находятся не только первоцветы, но и другие растения. Стоит открыть красную книгу и можно воочию в этом убедиться. Поэтому прежде чем сорвать цветок с корнем, каждый должен задуматься о том, какой урон будет нанесен природе. Карина Гигалаева, Игорь Войцуховский, Александр Левченко. Новости Осетии.